МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Министр молодежной политики Ставропольского края Вячеслав Коршун. Здравствуйте, Вячеслав Сергеевич. Здравствуйте, Мария. Как мы понимаем и ожидалось, масштабное получилось событие. Что было, кто был и кем была представлена наша Ставропольская делегация? Ну, Международный фестиваль молодежи собрал 20 тысяч участников со всех континентов из 189 стран. Это абсолютно разные люди, политики, общественные деятели, журналисты, деятели культуры, молодые ученые, молодые предприниматели. Но всех их объединила одна идея. Мы разные, но мы вместе. И только вместе мы можем построить какое-то единое светлое будущее. Каждый день фестиваля был посвящен определенной тематике, дружбой между разными странами и континентами, любовью к своим близких, творчеством, добровольческой деятельностью. И наша делегация была одной, наверное, из самых многочисленных, потому что в состав нашей делегации входило 135 человек-участников, которые прошли, на мой взгляд, жесточайший отбор. Ну, фильтр, да, серьезный. Да, 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 да. Несколько этапов отбора, более 7 тысяч было заявок, вот и 135 человек стали участниками фестиваля. Но кто же они, по каким параметрам их выбирали? Ну, самое главное, что они в возрасте до 35 лет. А так, активная общественная позиция и личный вклад в реализацию молодежной политики в регионе, на межрегиональном уровне, на федеральном уровне, это были ключевые критерии. И цель, нужно было сформулировать ту цель, для чего тебе нужен фестиваль, чем ты там собираешься заниматься. Да, кстати, чем занимаются на фестивале? Не на форуме. На форуме, да, представляют проекты, а на фестивале. Казалось бы, это просто... Конечно, это в первую очередь обучение, да, обучение, перенятие опыта тех людей, которые добились высочайших результатов вот в тех направлениях, которые я уже называл. То есть участник... Было разработано приложение «Всеверный фестиваль молодежи», и участник записывался там на лекции тем людям, которые ему интересны по своему профилю, по своим направлениям. Ну, там масштаб и разнообразие, вот, ну, начиная от таких известных политиков, как Лавров и Медведев, заканчивая и миром кустурицей. То есть весь спектр деятельности человеческой, он был представлен на фестивале, всего порядка 135 таких гостей, экспертов было, которые читали свои лекции по определенным тематикам, вот, которые я говорил. И ребята приходили, слушали туда, чему-то учились. Помимо этого, в рамках фестиваля проводились различные концерты, проводились разнообразные благотворительные акции. Регионы представляли себя. И за каждым субъектом Российской Федерации была закреплена страна, с которой, ну, как бы, контакты были наиболее плотные, да, проводились общие мероприятия, встречи. Страна по-братим. Ну, условно, у нас была Сирия. У нас была Сирия, тоже было порядка ста ребят. Это и представители молодежных общественных организаций, это студенты. Причем не все из них, далеко не все из них учатся в России. Это ребята, которые учатся в Сирии, которые живут на территории этой страны, работают там. И вот с ними получилось у нас наладить общение. Мы проводили совместный круглый стол, неформально общались. И я уверен, что это сотрудничество получит и дальнейшее развитие. По крайней мере, на наши мероприятия, большие, которыми гордится Старопольский край, мы ребят пригласили, и я уверен, что они к нам приедут в гости. Но, насколько я знаю, вы с участниками простились ненадолго, потому что мы ждем гостей Сочинского фестиваля к нам на Старополе. Ну, что ждем, они у нас уже здесь. Да, они 8 марта на поезде выехали к нам. Это 51 человек из 30 стран зарубежных. Есть парень из Америки, есть ребята, представляющие страны Латинской, Центральной Америки, Азиатские, Африканские страны. У них уже состоялась встреча с губернатором Старопольского края. Одного парня из Нигерии, он очень попросил, чтобы мы его трудоустроили в Старопольском крае, ему очень понравилось, Владимир Владимирович обещал решить эту проблему. А кем бы он хотел стать? По профессии повар. О, ждем тематическую кухню. Да, 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 ждем теперь нигерийскую кухню в заведениях Старопольского края. А так, у ребят тоже большая разнообразная программа, они знакомятся с нашим регионом, с его достопримечательностями, с его экономикой. Они посещали и молзавод, посещали ферму, смотрели достопримечательности города Пятигорска, слушали оперету, посетили Кисловодск, попробовали все минеральные воды, которые у нас есть. И тоже самое получилось наладить контакты. Я думаю, что мы и дальше будем развивать общение с ними. Это не только ребята, которые русскоязычные. Армения, Болгария, Сербия. Ребята, которые довольно неплохо понимают, разговаривают на русском языке. Ну и страны, для которых родным является испанский, английский, французский язык. С ними тоже налажена коммуникация. И я уверен, что мы дальше будем развивать наше международное сотрудничество. Но в этом какая-то такая государственная миссия же есть. Я бы даже больше сказал. Это не только государственная. Это, мне кажется, такая международная миссия. Показать, что в нашем мире, где на политическом фронте не все так безоблачно, и конфронтация нарастает, что есть обычные люди, обычная молодежь, которая дружит, которая общается, которая может найти общий язык по любому вопросу. И вот это, пожалуй, главное достижение этого фестиваля, что 10 тысяч иностранных граждан, молодых граждан вернутся домой и будут рассказывать о том, какая Россия. Россия открытая, Россия дружелюбная, Россия многонациональная. Вот это главный итог фестиваля. И, насколько я знаю, есть уже поручение рассмотреть возможность проведения данного фестиваля на регулярной основе. Ну, какие это будут промежутки между фестивалями, пока мы не знаем. Между предыдущим фестивалем и этим прошло 6 лет, но я думаю, что теперь этот срок сократится. Все-таки будет меньше. Ну, я читала впечатления участников из других стран. Они, конечно, хотят вернуться, открытки они друг другу дарили. У нас, кстати, в наборе разноточных материалов, который был, мы делали специальные открытки со Ставропольским краем. И вот ребята, иностранцы, и сирийцы, и другие страны, с кем-то к нам общались, они писали открытки домой с видами Ставропольского края, с нашей символикой, отправляли туда. Вот очень много такой атрибутики осталось памятной. Там значки, шоперы, майки, бейсболки, шапки-ушанки. Все это вот так вот перемешалось, и у каждого участника есть память о той дружбе, о тех знакомствах, которые он приобрел в рамках международного фестиваля. Я добавлю, что президент Владимир Путин поручил запустить в стране новый национальный проект «Молодежь России», который будет ориентирован на развитие молодежной политики. Глава государства отметил, что фактически национальный проект будет посвящен будущему страны, и также Путин поблагодарил учителей за их работу с молодым поколением. Вот здесь бы хотелось именно о взаимодействии поколений с вами поговорить. Роль учителя и старших какая сегодня? Мне кажется, что педагог в настоящее время, помимо того, что он должен профессионально передавать те знания, которые он передает по долгу своей профессии, обязан быть еще наставником и воспитателем для подрастающего поколения. Без воспитания, формирования гармоничной личности, любящей свою родину, понимающей цели, задачи, ценности, которые присущи, необходимы современному обществу, современному государству, она невозможна. И очень важно здесь также такая взаимосвязь с семьей. То есть педагог должен понимать, чем молодой человек дышит, что ему интересно, подсказывать, помогать, направлять. Вот это ключевая задача. И эта задача очень тесно пересекается с той задачей, которая стоит перед Министерством молодежной политики. Мы в первую очередь, это про воспитание, про формирование ценностей, про формирование патриотизма, про формирование добровольчества, такого правильного отношения к людям, которые живут вокруг тебя. Спасибо. Возвращаясь к мероприятиям, какие пройдут в этом году? Первая и, наверное, одна из самых масштабных – это студенческая весна. Чем будем удивляться в этом сайте? Да, у нас их две. У нас их две. Первая весна – это будет школьная весна, которую организатором главным выступает Министерство образования Ставропольского края, Движение первых. Ну и, конечно, так как это ребята в любом случае попадают в категорию молодых людей, естественно, мы тоже помогаем в организации данного мероприятия. Оно пройдет с 28 апреля по 2 мая. Приедут к нам ребята со всех субъектов Российской Федерации и, как и в прошлом году, будут поражать нас своими творческими талантами. Я уверен, что все пройдет на высоком уровне. И уже второй год – это уже традиция. Я надеюсь, что и в следующем году школьная весна пройдет у нас. И школьная весна, она гармонично, органично перетекает в следующее большое мероприятие, тоже всероссийское – это маевка, которая пройдет в городе Пятигорске. Это такой большой туристический слет всероссийский. И со 2 по 5 мая на горе Машук в палатках будут жить ребята, которые свою жизнь и судьбу связали с туризмом, с походами, с пешим туризмом. Тоже будут обмениваться опытами. Главы субъектов, которые приедут к нам, будут рассказывать о тех программах по поддержке пешего туризма, который есть в субъектах. И будет вырабатываться стратегия дальнейшего развития этого направления. И здесь здорово, что именно Старопольский край выбирается этой площадкой, потому что у нас есть куда ходить, есть на какие горы подниматься, есть чудеса природы, которые можно и нужно посещать, смотреть. То есть будут и походы организованы? Безусловно, безусловно. Это в пределах КМВ. Здесь же еще важен и межрегиональный аспект. То есть ребята расскажут о тех местах, которые есть у них в регионах. И наши ребята захотят поехать туда, сходить в поход. Интересное мероприятие. Ребята открывают для себя Россию. Какая у нас красивая, великая, большая страна. Так, ну то есть ребята поедут на Машук, школьники, а студенты когда? Не-не-не, на Машук поедут все. Все. Да, на Машук поедут все. То есть молодые люди, не только школьники, но и студенты, и те, которые давно уже работают, но которые имеют такое хобби-увлечение, как туризм. Вот туда поедут все. Поедут туда руководители направления, министры туризма разных субъектов. Глав субъектов мы ждем туда. Естественно, ждем представителей федеральных органов власти, которые курируют данные направления. И закончится маевка. Мы немножко переведем дыхание и окунемся в еще одно большое мероприятие. Это студенческая весна СПО, студенческая весна среднего профессионального образования. Студенты колледжа и техникумов приедут к нам в Старопольский край в июне, с 11 по 16 июня. И здесь уже количество участников возрастет, порядка 2000 человек мы ожидаем. И будут задействованы все крупные площадки творческие города Ставрополя. Будут проходить церемония открытия, опять пройдет на улице. И закрытия будут проходить на площади Ленина. И каждый день творческие площадки будут работать в самых крупных учреждениях культуры и доп. образования. Доступ к открытию и закрытию можно? Открытие, абсолютно открытие. Это праздник не только для участников, но и для всех жителей нашего региона. Фестиваль Карда. Когда и какая подготовка? Это август. Ну, пока на данный момент идет только старт. То есть набираются обороты. Определены 10 стран, где будет проходить очный этап отбора. Сейчас начинается сбор заявок. Сбор заявок. Ну, в августе все будет, все состоится. Но также международно? Однозначно международно. Я уверен, что... Кстати, в рамках Всемирного фестиваля молодежи площадка Карда тоже была представлена. Да, вот такая визитная карточка Ставропольского края. На Всемирном фестивале молодежи был представлен Центр знаний Машукнас. Тоже отдельная площадка им был заявлен. И каждый день там собирались ребята из разных стран. На Карда тоже. Это была своего рода такая рекламная площадка, куда ребята приходили, записывались на участие в фестивале. То есть, да, перекочевать. Они к нам приедут в августе. Какой сегодня в целом охват молодежной политики в регионе? Как-то вовлекли мы больше школьников, студентов? Ну, я уверен, что вовлекли. Статистика прошлого года, безусловно, выросла по сравнению с 22-м. Ну, здесь же важно не общее количество людей, которые задействованы, да, а количество уникальных пользователей, скажем так, да, сколько людей хотя бы раз приняли участие в мероприятии, или в той акции, или в том грантовом конкурсе, который мы проводили, организовали. И вот то, что количество уникальных пользователей растет, это, пожалуй, главное достижение. То есть, охват мы расширяем. Вот, ну, именно по тем направлениям, про которые мы уже с вами в студии неоднократно говорили, мы вовлекаем большее количество работающей молодежи, вовлекаем больше отдаленных наших территорий, муниципалитетов, которые ярко выражены, такие сельскохозяйственные, восточная зона. Часть мероприятий делаем акцент, переносим туда, оказываем грантовую поддержку. Если есть заявки из этих муниципалитетов и из общественных организаций, которые базируются там, мы стараемся поддержать эти заявки, дать возможность реализовать те проекты, которые есть у молодежи там. По грантам. Вы анонсировали в феврале старт приема заявок грантов для молодежи «Движение первых». Кто-то уже подал заявки? Ну, мы больше 70 заявок от Ставропольского края подали на этот конкурс. Прием заявок уже окончен, будем ждать итоги. Надеюсь, что они будут лучше, чем в прошлом году, где было поддержано 14 наших проектов. Надеемся, в этом году будет цифра больше. Также мы провели конкурс на предоставление субсидий Министерства молодежной политики. Здесь у нас вообще показатели выросли, на мой взгляд, качественно и количественно. У нас, если в прошлом году у нас было порядка 20 заявок, ну 23, если быть точным, в этом году у нас 53 заявки. То есть вот все, что мы делаем, все не зря. Ну, суммы не изменились они? Нет, у нас сумма, общая сумма выданных грантов у нас выросла на 10 миллионов. То есть в прошлом году мы разыгрывали 20 миллионов, в этом году 30 миллионов. И поддержку получило 22 проекта в этом году. А какие направления у проекта? Там абсолютно разные. Начиная от проектов, направленных на сохранение памяти и поддержки наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции. Экологические проекты, творческие проекты, общественные проекты, проекты, посвященные молодым семьям. У нас год семьи же сейчас идет. У нас большой проект такой заявлен был по организации такого фестиваля молодых семей Старопольского края. Мы его обязательно проведем в рамках Дня семьи, любви и верности, который в июле отмечается в нашей стране. Это такие проекты личные, именные или это командные? Это командные проекты. Это командные проекты. Ну, наверное, это правильно. Потому что чем шире охват людей, вовлеченных в проект, тем больше отдача, тем больше людей, которые, скажем так, могут реализовать себя в такой общественной деятельности. Это значит социально активные люди. Это значит те люди, которые верят в нас, верят в нашу страну, верят в нашему государству. Мы сейчас говорили о грантах движения первых или о краевых? Я сейчас говорил о краевых. По движению первых то же самое. Абсолютно разные направления. У них там вообще 12 направлений. Поэтому проекты у нас тоже разные. Не скажу, что есть перекос сторон одного какого-то направления. Ну, нужно не бояться и пробовать, да? Не можно, а нужно пробовать. Нужно пробовать, нужно писать проекты. Потому что, ну, вот делали статистику такую сводную. Вот в прошлом году в Ставропольском крае 96 проектов победителей грантовых конкурсов разных уровней. И сумма привлеченных в бюджет, ну, не в бюджет, а в реализацию молодежной политики, это 174,5 миллиона. 174 миллиона. Это и вузы, это общественные организации, это молодежные центры, это учебные заведения среднего профессионального образования. Все участвуют в грантах. Они, ну, самые разные направленности. И самое главное, что мы стараемся поддержать каждый проект. Нам обращаются ребята с просьбой поддержать их письмом поддержки в адрес организаторов грантовых конкурсов. Мы изучаем этот проект, если считаем, что он необходим, что он эффективен, что он нужен нашему региону, обязательно мы такое письмо поддержки даем. И обязательно сопровождаем проект потом по этапам реализации его, чтобы мы реализовать его... А, ну, то есть профи подключаются уже к реализации? Конечно. Мы помогаем, мы сопровождаем, помогаем в проведении мероприятий, помогаем в формировании отчетности по итогам грантового конкурса. Идеи работающей молодежи как продвигаются? Ну, ждем в этом году развития того, что... В прошлом году мы посеяли зерна, провели там первое такое совместное большое мероприятие. Но я хочу сказать, что на большем количестве предприятий и учреждений нашего региона создаются такие молодежные советы. То есть объединение молодых специалистов, молодых сотрудников, работающих там. Они направляют своего представителя в наш такой общекраевой совет работающей молодежи. Это точка информирования, скажем так, да, точка входа. Откуда... через этот молодежный совет наш, краевой, мы распространяем информацию о том, какие события проводятся в регионе, какие события происходят в нашей стране, в каких событиях они могут поучаствовать самостоятельно, или в каких мероприятиях, событиях может поучаствовать их предприятие. Вот. Ну и в этом году будем масштабироваться, и в таком фестивале работающей молодежи он тоже обязательно состоится. Это будет летом, когда на работе не такой напряженный график. И есть возможность у ребят пообщаться, поделиться опытом организации работы, что ли, общественной работы молодых сотрудников у себя на предприятии. Когда в Крае откроют дом молодежи, давно шли разговоры о нем? Ну, все сдвинулось с мертвой точки. В проекте бюджета 2024 года заложены средства на приобретение этого дома молодежи. Сейчас подбирается то здание, которое будет выкупаться для организации этого дома. Что он из себя будет представлять? Это будет точка притяжения. По-моему, это и будет дом. Потому что мы там предоставим возможность располагаться общественным организациям, которые есть в нашем регионе. Мы дадим возможность творческим людям, молодым, которые занимаются молодежными видами творчества, современным молодежным искусством, воплощать там свои идеи. Записывать фонограммы, ставить хореографические какие-то композиции, ставить молодежные спектакли. Но выкупив здание, это не значит, что уже завтра туда можно будет приходить и заниматься творчеством. Это длительный процесс. Ну, во-первых, это все правовые процедуры. Это вхождение в КАИТ. Ну, это сложно. То есть к концу года, я уверен, что он у нас появится. И мы будем сразу входить в федеральный проект «Регион для молодых». Будем принимать участие в этом конкурсе для того, чтобы получить федеральные средства на закупку оборудования для дома молодежи, на проведение каких-то ремонтных работ, на формирование дизайна внутренних помещений. Ну, главное, первый шаг уже сделан. Уже обратно дороги в Жене. Да, ждем ближайшего наполнения. Ну, и мы очень хотим, чтобы формирование и наполнение внутреннего содержания в этом доме принимало участие молодежь. Мы обязательно к этому процессу привлечем молодых дизайнеров. Мы привлечем ведущие наши общественные организации, в том числе и «Движение первых», «Союз молодежи», «Карда» обязательно потянем туда. Ну, чтобы действительно было как дома. Для того, чтобы они ощущали себя, что они там дома, они должны приложить руку, свои навыки, свои идеи, свои мысли, чтобы они нашли там воплощение. И если это у нас получится, ребята будут туда приходить в удовольствие. Ну, это основная наша задача. Не могу не спросить про работу волонтеров. Где уже отметились так? Ну, масштабно. Масштабно это Всемирный фестиваль молодежи. Мы готовили волонтеров на базе двух образовательных организаций Ставропольского края. Сверхов-Кавказский федеральный университет и Петегорский государственный университет. Я хочу сказать, что ребята проявили себя на самом высоком уровне. Мы, что отмечали, отмечала дирекция форума самого, отмечали, это отмечали руководители нашей страны. Поэтому, ну, и сейчас собираем, готовим списки на поощрение, на награждение федеральными какими-то наградами ребят, которые там работали. Но это большое мероприятие. А текущие будни у волонтеров какие? Текущие будни, ну, сейчас это организация голосования по проектам комфортной городской среды. Наш регион вошел в пятерку регионов страны, где ребята подали наибольшее количество заявок в качестве волонтеров на этот проект. Более пяти тысяч человек. Мы не самые крупные по численности населения регион страны, но вот пять тысяч заявок. Это к вопросу о вовлеченности, молодежь. А всего у нас волонтеров в прошлом году в мероприятиях приняло участие 240 тысяч человек. Это только те, которые волонтеры. Патриотической направленности. Патриотическая направленность, ближайшее мероприятие. А, если говорить про добровольчество, то буквально недавно наш центр молодежных проектов организовал сбор гуманитарной помощи. Мы отвезли ребятам на передовую в Херсонскую область. И здесь хочется поблагодарить учебные заведения Ставропольского края, которые откликнулись на этот призыв этой школы, этой вузы, которые помогли собрать этот гуманитарный груз. Ребята съездили туда успешно, отвезли их, вернулись обратно. Со скольки лет можно стать волонтером? С любого возраста. Да? Возьмите. Возьмем. Волонтеры можно стать любого возраста. Не случайно же есть такое направление серебряные волонтеры. Это люди пожилого возраста, которые сохранили задор юношеский, сохранили в себе энергию. И так приятно было видеть таких волонтеров на Всеверном фестивале молодежи, которые фору дадут любой нашей современной молодежи по тому позитиву, по той энергетике, которая от них исходит. И в Старопольском крае это направление тоже развитое. В большей степени курирует Министерство труда и социальной защиты. У них есть специальная программа по развитию и поддержке серебряного волонтерства. Но мы им помогаем, привлекаем и эту категорию волонтеров для помощи в организации мероприятий. Спасибо вам за этот такой солнечный разговор, Вячеслав Сергеевич. Спасибо. Увидимся спустя время, подведем итоги и как-то анонс событий обрисуем ближайше. Спасибо. Приглашайте. Всегда рады. Насыщенно начинается эта весна. Ждем новых ярких молодежных событий. Ну и, конечно, увидимся на своем. Субтитры подогнал «Симон»